Протез с полным функционалом. Молодые нижегородские ученые подняли планку отечественных изделий на новый уровень. Их умные протезы пальцев рук умеют писать, рисовать и держать предметы. Настоящая находка для тех, кто столкнулся с травмой такого рода. Ежегодно в России конечности теряют около 110 тысяч человек. И, соответственно, купить забежные протезы, которые стоят десятки тысяч долларов, они не могут себе позволить. Этот же протез не будет превышать 5000 рублей. То есть это может позволить себе каждый. Это не единственная разработка нижегородских ученых. В технопарке Анкудизновка они представили несколько десятков прорывных разработок. Среди них лазер для определения реального пробега автомобиля, который не обманет никакая скрутка. Интерактивные бейджи, инновационные методы диагностики онкозаболеваний и многое другое. 21 лучший проект по итогам конкурса «Умник» получит гранты по полмиллиона рублей. Программа «Умник» на мой взгляд уникальна тем, что это единственная всероссийская площадка, на которой молодые ребята фактически на стадии идеи или какой-то небольшой проработки имеют возможность получить полмиллиона рублей на два года безвозмездного финансирования. Во всем мире идет борьба за таланты, и Россия всегда славилась лучшими учеными, которые были востребованы не только у нас на родине, но и в других странах. И сейчас та система подготовки, которая организована на всех уровнях власти, на федеральном, на региональном, на муниципальных, она говорит о том, что с каждым годом у нас молодых ребят, которые готовы заниматься наукой все больше. Для молодых специалистов такой конкурс – это хорошая возможность получить финансирование на свой проект. Начинанием, как правило, нужна помощь именно на этой стадии. По данным статистики, Нижегородская область входит в число лидирующих в стране по доле инновационной продукции в производстве. Сегодня она составляет 16,5%. Это выше общероссийского практически в два раза, так что по России он составляет 8,5%. Сами участники говорят, такие конкурсы дают возможность почувствовать, что твое изобретение действительно имеет значение, а значит, у науки есть будущее.